Чёрная молния Чёрной молнией Я стану для тебя Чёрной молнией На линии дождя Знаете, очень легко и приятно говорить, когда ты видел картину, заметно, за то, что пока её даже в флагминге из неё видят все, кто сюда пришёл, и я, может, за месяца два, прежде чем её видят московская и российская публика. Я не верю в чудеса Входится машина в небеса И теперь я твой супергерой Могу вам сказать, что такой свет – это только начало, потому что Чёрная молния имеет все шансы стать долгой-долгой-всятой, а первым российским героем, который живёт среди нас и хочет спасти мир. И я надеюсь, что вы расскажете, как вам удалось сделать песню, которая на самом деле, она же вот как бы ирония судьбы. Вы знаете, фильм видят все, но видят её раз в год, или два раза в год, или три раза в год. А песня слышится гораздо чаще, потому что как только она становится хитом, все её расхватывают на ректоны. Всё очень просто, текст очень простой, очень красиво всё. На мой взгляд, произошло маленькое чудо, а это чудо – это картина, которая снята компанией «Базелёвс», потому что я уже года четыре в кино работаю и пишу там музыку. На мой взгляд, вот произошло чудо. Вот вы половину картины видели. Это будет русский «Спайдермен»? Да, ещё лучше. Да? Да. Это будет микс «Пэтмена» и «Спайдермен». Скажите, это ваша первая работа в кино? Всех будет это волновать? В прошлом году я снимался для фильма «На Львене». Там у меня малюсинка роль была. Моего отца играет «Кортен Харкетт». Скажи, пожалуйста, ты видела вообще клип Александра Рыбалкина? Нет, я пришла как раз, когда он вот-вот кончился. Я не видела. Буду здесь до конца, пока не покажут его ещё раз. Буду требовать. Сейчас пойду со звуковиком договорюсь. Слушай, а вот чёрная молния, вот этот вот раритетный старый автомобиль «Волга», ты вот ездила на такой старенькой машине? Нет, меня в детстве родители не баловали, только на «Запорожце» разрешали покататься. Вот, ну максимум на «Жигуленке», на «Копейке». Всё, как какой там чёрная молния. Ну, это, наверное, Собчак каталась на чёрной молнии. Она же росла в богатой семье. А ты хотела бы на такой чёрной молнии прокатиться? Да, это мечта всей моей жизни. Особенно заняться сексом на заднем сиденье. Почему вы выбрали именно Александра Рыбака в качестве исполнителя саундтрека? Потому что нам нужен был молодой парень, искренний, наивный, такой же, каким является герой нашего фильма. Простой парень, который смог подняться над обыденностью и стать героем. И если вы посмотрите на нашу эстраду, то таких у нас парней на эстраде нет. Редактор субтитров А.Семкин